Первые два матча, в которых «Динамо» без особых проблем взяло верх над заречием Одинцова, предвещали скорую развязку финальной серии чемпионата России. Но не тут-то было. В третьей и четвертой игре команда, казалось, поменялись местами. Волейболистки клуба из Одинцова выходили на площадку без права на малейшую ошибку с предельной концентрацией. И в двух встречах отдали соперницам всего одну партию. 3-1-3-0. И от преимущества «Динамо» не осталось и следа. «Безусловно, было сложно в чисто психологическом плане, потому что первые две игры мы проиграли сразу, и достаточно так безвольно. И переломить ситуацию в свою сторону было, скажу это, сверхусилие мы приложили. Но я думаю, что в первую очередь в плане психологическом нам нужно было немножко раскрепоститься, расслабиться и показать просто тот волейбол, в который мы умеем играть». Раскрепоститься, расслабиться и показать тот волейбол, в который они умеют играть, команде из Подмосковья удалось и в последней решающей игре. Впрочем, свой волейбол показывала и «Динамо». Судьбу золотых медалей чемпионата России решал тайбрейк. «Мы просто так не могли сдаться без борьбы. Это уже принципиальная борьба с «Динамо». И просто настрой. И дружная команда, чисто психологически мы выдержали это». В финале российской суперлиги «Динамо» и «Заречья Одинцова» встречаются уже третий сезон подряд. Позапрошлым году сильнее оказалась команда из Подмосковья, в 2009-м – из Москвы. В этом году «Заречья Одинцова» снова вернула себе титул чемпионов России. «Очень счастлива, что так все получилось, что мы смогли, что мы это сделали. У нас был очень длинный чемпионат. Слава Богу, что хватило сил, и без травмы мы до этого дошли». После матча на лицах волейболисток обеих команд были слезы. Правда, у одних слезы огорчения, у других – счастье. Но так устроен спорт. Кто-то непременно должен проиграть. «Мы тоже были, как говорится, психологически заряжены. Не хватило просто, может быть, везения на самом деле. Там один мячишко упал, там второй, и все. Вот и посыпались. Это как бы еще показатель того, что волейбол у нас на достаточно хорошем уровне, и поэтому происходит такая битва. Они что-то происходят там в одни ворота, закончили чемпионат и разъехались. А вот такой накал, как бы у всех была интрига, и никто не мог до конца быть уверен в своей победе».